Этот малыш родился весом в 500 граммов. Теперь его развитие продолжается в инкубаторе под тщательным присмотром врачей. Дышать самостоятельно он пока не может. Его легкие еще не до конца сформированы. Поэтому кислородом его организм насыщается с помощью специального аппарата. А все важные показатели состояния здоровья ребенка врачи видят на табло. Он получает препараты, которые обеспечивают ему питание через вену. Он получает мамино молочко через желудочек, то есть в определенных количествах, когда это позволяет его клиническая ситуация. У нас он будет находиться до момента транспортабельности. То есть когда мы сможем этого малыша взять, положить в транспортный инкубатор и отвезти на второй этап выхаживания, только тогда мы сможем его перевезти. Но это обычно бывает 7-10, максимум 14 дней. Каждый день врачи городского перинатального центра делают все возможное, чтобы сохранить жизнь каждого недоношенного ребенка. Даже если он появился на свет намного раньше положенного срока. Благодаря современному оборудованию и медицинским препаратам выживаемость таких детей увеличивается с каждым годом. Отделение реанимации сейчас оборудовано на 5 мест. К сожалению, они никогда не пустуют, рассказала врач Елена Скробова. Недавно получили новые инкубаторы и аппараты искусственной вентиляции легких. Таких в центре еще не было. Есть аппараты искусственной вентиляции легких с высокочастотным блоком. Есть аппараты для неинвазивной вентиляции, так называемые аппараты для назального СИПАПа. С разными функциями, то есть они тоже там имеют разные функции, с различными функциями, которые нам необходимы для работы. Ну и пока есть все препараты. Есть препарат сурфактанта. Это то вещество, которое мы вводим детям, которого им не достает. К сожалению, они рождаются без этого. То есть они не готовы еще вырабатывать это вещество, которое должно держать, как у взрослых, легкие в расправленном состоянии. Мы искусственно это вещество им вводим. Ежегодно через отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных проходит до 500 детей. И большая часть из них – это недоношенные. За 9 месяцев этого года на свет появилось 125 таких малышей. Любовь Федорова, Андрей Кузьмин, Антенна 7.